всем привет перед тем как приступить к монтажу данного видео я хотел отловить на обозреваемой точке еще часик и убедиться в эффективности ловли здесь но 8 трофей сайды на моем аккаунте который влетел с первой поклевки стал вполне убедительным аргументом приступить к монтажу именно сейчас ведь 9 трофея этого вида я могу не выдержать как всегда перед началом видео не забывайте поддерживать лайком и подписываться на канал ведь это мотивирует делать новый контент всем приятного просмотра еще в первые дни после обновления игры на норвежском море удалось найти отличный клев на сорок первой банке и там до сих пор фармят и ловят трофеев на разные сборки видеоролик о фарме на этой банке набрал неплохую активность но не знаю как кому а мне уже надоело ловить рыбу на одном и том же месте а именно этим я занимался почти две недели только изредка выезжая на другие точки основной проблемой для меня было то что на других точках зарабатывать столько же не получалось а сборки под ловлю крупной донной рыбы в том числе и палтусов у меня пока что нету как и у многих кто зашел посмотреть данное видео вчера же на ночном стриме удалось найти отличный клев на банке в 80 метров в квадрате g8 я старался все время держаться над цифрой 80 ведь если верите халоту то именно здесь самое большое скопление рыбы в разных слоях воды сборка у меня уже с так называемой гирляндой но большая часть поклевок происходило на пилкер hunter 300 1 а в особенности некоторых очень интересных рыб которых вы увидите дальше в этом видео в качестве дополнительных приманок использовал силиконовые kraken selty fish 140 01 и 140 12 так как они показали себя довольно хорошо и на других банках думаю здесь можно менять сборку гирлянды и экспериментировать с цветами приманок и привлекающих элементов тем самым приманивая разную рыбу ведь за три часа который я здесь провел удалось поймать очень много разных видов днем это конечно в основном сайда паллаки макрель кстати приманку опускал на глубину до 40 метров и тогда делал легкий или сильный пилкинг если рыба не клевала на падении ночью уже старался опускать на глубину 80 метров откуда клевали меньки катраны а также попадались зубатки окуни и даже морской черт я не знаю есть ли на норвегии такое понятие как истощение квадратов после первого часа ловли но простояв два часа на этой банке во время стрима вместе с трофеем и морским чертом удалось заработать примерно на 30 40 процентов больше серебра чем на третий час ловли без выходов и перерывов после перезахода как я и сказал в начале видео сразу клюнула трофейная осайда а после нее рыба начала клевать активнее чем во время третьего часа ловли я считаю что половив рыбу здесь можно будет закрыть несколько разных видов трофеев а также очень неплохо фармить на обычное пилкерное удилище пишите в комментариях свои варианты сборок для использования на данной банке а также где сейчас зарабатываете серебро вы ну и не забывайте подписываться на канал чтобы не пропускать уведомлений о новых видео а также стримах всем мира и добра всем пока а Субтитры сделал DimaTorzok